Итак, я иду в слово. В прошлый раз мы говорили с вами о основании личности, о том, если разобрать все до основания, что является основанием личности, и не слушали, я не буду повторять эту тему, переслушайте ее в прошлое воскресенье. Хорошо, и перед тем, как я пойду в следующую тему, я продолжу эту мысль, это будет немножко уникально. Давайте поприветствуем всех, кто с нами сейчас в онлайне. Добро пожаловать, дорогие. Добро пожаловать, те, кто присоединяются сейчас к прямой трансляции, благословляем вас. И эта тема называется так «Источник личности». Основание личности, прошлое служение, сегодня я хочу поговорить об источнике. Давайте сразу начну с того, что если ты чувствуешь или знаешь, что у тебя нет благословения, у тебя нет прорыва, я больше чем гарантирую, что ты питаешься из неправильного источника. Поймите, о чем я сейчас говорю, когда ты возьмешь дерево и посадишь его не в правильную почву, в неправильный источник. Даже дерево, которое могло быть могучим, великим, высоким, красивым, будет маленькое, кривое и иссохшее. И можно смотреть на это дерево и говорить, Бог, какое поганое дерево. И вы знаете, вчера, когда я ездил по кемпу, работал, мне много откровений приходило. И я смотрю на эти деревья, и Бог мне говорит, Сын, проблема не с деревом и не с его плодами. Проблема в месте и в источнике, в котором это дерево находится. Кто-то понимает? То есть, если ты сейчас эту мысль понял, ты уже понял мою тему. И чуть попозже, я сейчас пойду немножко глубже, я постараюсь долго не брать время, потому что мне нужно взять время чуть попозже на другие вещи. Но я хочу донести до вас мысль, что проблемы с тобой никогда и не было. Ты рожден Богом. Но дьяволу не нужно ничего, дерево калечить не надо. Ему нужно убедить тебя, всеми своими силами убедить тебя, что ты не то, что ты не там, и ты должен питаться из другого источника. Сколько сейчас людей, христиан, я за мир не говорю, в муках, выживают, борются за свое каждодневное существование. Это не Божья воля. Бог не родил тебя и не предназначил тебя жить там. Тебе нужно менять почву. Тебе нужно менять источник, откуда твои корни питаются, откуда влага идет. О, и как ты расцветешь, ты даже не представляешь, что делает Бог, когда люди начинают питаться из Его источника. Сколько людей говорят, пастор, у меня проблема, пастор, у меня проблема. Вы знаете, и за долгие годы поднятия церквей, воспитания пастора, путешествия, открытия церквей, я понял этот принцип. Берешь одного пастора, у него ничего не получается. И Бог ему говорит, собирай свои вещи, и едь туда, куда я тебе укажу. И Бог берет и пересаживает человека. Смотришь, то, чего он там не мог достичь, пять лет, он за год уже достиг то же и больше, о чем он мечтал. Сколько из нас с вами сейчас, которые смотрят нас, могут быть здесь, но не хотят? Поймите, семья, это тебе нужно понять источник. Сколько людей нас смотрят сейчас, которые находятся в глобальной семье, которым будет это слово, а ты должен поменять свой источник. Ты не можешь питаться этой религией, этой политикой, ты не можешь питаться этими источниками и плодоносить то, что Бог хочет. Другими словами, у меня было такое, вы знаете, когда я смотрел на эти деревья, у меня просто открытое видение. Вы знаете, меня аж это немножко подзахватило. И Бог мне говорит, все зависит от того, к чему прикасается. И я увидел, и я увидел как человек, я не видел я, я увидел человека, который, как только он своим сознанием, своим сердцем, своей душой касается источника, из него мгновенно начинает течь. И я в этом видении смотрю, и Бог мне говорит, смотри, что течет. Он говорит, течет то, к чему подсоединяешься, преломляется в тебе, примешивается и выходит. И я смотрю, разные люди, я вижу много людей. Мы как бы собранные в одном месте. Большая группа людей, но все запитаны от разных источников. Поймите, не видать нам единства, пока все мы не начнем питаться от одного. Из нас не выйдет то, если ты к тому не подключен. Ты не можешь быть хорошим деревом и приносить плохие плоды, и не можешь быть плохим деревом и приносить хорошие. Я немножко сейчас строю на моей предыдущей теме. Итак, дорогие, источник личности. Когда-то я задался вопросом, почему есть люди, которых невозможно остановить, разочаровать или лишить призвания? Углубился в этот вопрос и вникнул в их жизни этих людей. Я понял, что каждый из них имел правильный источник. Правильный фундамент. Даже когда приходили жестокие, ужасные периоды в жизни этих людей, они всегда выходили победителями. Поймите, семья, ты даже не представляешь, сколько в тебе, во мне, в нас скоплено богатства. Но это богатство никогда не выйдет, если ты питаешь его не тем и подключен не к тому. Поймите, семья, правильные деревья, неважно, что бы ты находился, это море, это воздух, это земля, должно иметь правильный источник. Чаще всего и большинство людей даже не обращают внимания на источники, они смотрят на плоды и результаты. И мы осуждаем человека за его результаты. Я говорю, не осуждая его за его плоды и результаты, это последствия его источника, к которому он присоединял. И моя цель сейчас не опять бить кого-то по рукам и говорить, почему у тебя рождаются вот эти вот корявые какие-то шишки, иголки и всякие репехи из тебя прут. Перестань рождать колючки. И ты такой, ну как, а как? Что не сделаю колючкой? Как только не нужно что-то делать, две вылезли. Что такое? И мы друг друга постоянно осуждаем за колючки, за какие-то неправильные результаты. А Бог говорит, ты не можешь питаться от правильного источника и приносить неправильное плоды. Поймите, семья, битва в твоей в моей жизни всегда будет за источник твоего питания. Другими словами, твоя битва начинается с самого раннего утра. Ты включишь вот это. Извиняюсь, я колено так подвернул вчера, я еле на колени сейчас встал. Господь знает, это жертва. Господи, на кулинах сокращах. Бачу, Господи. То есть, ладно, я постою, потому что мне тяжело вставать. Я сам встал и думаю, зачем? Можно было просто сказать, ну ладно, расстал, уже постою. Это знаете, что такое старость? Нагнулся, завязать шнурки, а разъебаться уже не хочется. Примерно та же картина. Смотри, два источника с самого раннего утра. У тебя вот эта подпитка или у тебя кто-то понял сейчас меня? О, Господи. я больше не буду это повторять. Это один раз. Кто-то понимает, о чем я говорю? Что является мгновенным? То есть, мы это делаем настолько автоматически, подсознательно, мы даже не задумываемся. Моментально глаза открылись и пошел коннекшн. I mean, it's just instantaneous. You open your eyes and the connection starts. Семья, пожалуйста, я хочу, чтобы вы сейчас задумались над вашим источником. Не тогда, когда тебе плохо и ты стал на колени, когда плохо и все, которые Бога не знают, на колени. И в самолете, когда тряхнет так, тряхнет, что чемоданы выпадают, я летел в таких полетах и буддисты Иисуса зовут. Поверьте, я не об этих говорю. Я говорю о твоем. Библия говорит, и потекут реки воды живой из чрева детей Бога. Семья, вы должны понять, что мы не те, из которых течет, мы те, через которых протекает. Как только ты поймешь вот этот главный фактор личности, которую Бог, Бог нас создал, не чтобы из нас текло. Бог создал нас, чтобы через нас протекало. Поймите, семья, это наш самый огромный бонус и самый огромный негатив. Потому что, как через нас может течь что-то хорошее, так через нас что-то может течь ужасно отвратительно. Все, что вы видите сейчас и слышите по новостям, это не дьявол творит. Я еще раз говорю, мы там говорим, дьявол, да, есть моменты, где мы должны связать, но это творит человеческая натура, отправленная злом. И так же самое, когда мы слышим по новостям что-то нереально великое, жертвы, люди такие вещи помогают друг другу, спасают друг друга. Опять, мы не говорим, я понимаю, что там есть частица Бога, но это человеческая натура. Понимаете, любовь, которая в человеке, плод добра и зла. Я абсолютно понимаю, что там идет источник один, источник другой, но поймите, я знаю людей, которые не знают Бога, это добрейшее из добрейших людей. I know people who don't even know God and they're so good, they're so kind. Поймите, о чем я говорю сейчас. Итак, мы созданы, чтобы через нас протекало. Хотим мы это или нет, через нас всегда протекает. Но у нас, у единственных, как у людей, поймите, у животных нет этой опции. Через животных, насекомых ничего не протекает, из них истекает. Другими словами, ты не можешь. Животное не может. По теории Дарвина. Вот плавало оно и захотелось, почесало брюхо и поползло на берег. Наука уже доказала, что это не ДНК, не меняется. Это код. И когда неверующие люди, вот эти, знаете, ученые влезли в код ДНК, они говорят, так это цифровая вообще тема все. ДНК — это сложнейший компьютер. И сложнейшая программа в компьютере. Другими словами, чтобы что-то оттуда вынять или поменять, должен быть творец вмешаться в ДНК. И теперь у змея раз и ноги отпали. И Библия говорит, пошел на брюхе ползать. То есть это кто-то вмешался в ДНК и извлек ноги из ДНК. Как вам сказать? Кодом. Забрал этот код. И все уже насчет Дарвина притихли, потому что это полная пурга и метель нереальна. Потому что не существует эволюции, есть адаптация. Что такое адаптация? Это вот я вот что-то... Вот я вчера лопатой хорошо работал. У меня сейчас очень сильно как бы рука болит, да? Если я буду лопатой работать каждый день, у меня здесь вырастут нереальные мозоли. Это называется адаптация. Но я рожду ребенка, у него не будет от рождения мозоли на руках. Это говорит о том, что только то поколение или то животное или тот зверь, который попал в эту ситуацию, адаптировался, его дети уже этого не имеют, потому что этого нет в ДНК. И поэтому не путай адаптацию с эволюцией. Поэтому слово эволюция забудьте. Креэйшн, творение, создание. Создатель, который вдохнул дыхание код ДНК и оно не может отлучиться. К чему я говорю? Человек единственная личность, которая с чем-то соединяется и она на уровне ДНК переписывается. Кто-то понимает о чем это? Вот почему я родился добрым, займел, к примеру, кучу демонов, родилось мое дитё... Нет, я не против. Куча бесов. Например, да, я вот родился и потом я вот просто совратился с пути и сделал решение неправильное. Мой ребенок рождается и он уже требует этих демонов. Он уже с этими демонами, он уже потребляет. Кто-то понимает о чем это? Другими словами, мы на Encounter это называем наследственное проклятие. Научным образом это изменение ДНК. Но поймите, семья, точно так, как ДНК может извратиться демонами, бесами и тьмой, ДНК мгновенно одной каплика крови Христа может измениться, исцелиться и восстановиться. Поймите, семья, и вот где это наша самая огромная привилегия и также самая огромная проблема человечества. Мы с вами единственное создание Бога. ходящее по этой земле, которая может в зависимости от источника полностью менять свое ДНК, свои привычки, похоти и все остальное. И потом это не адаптация, передавать всю эту гадость дальше и хуже, хуже, и мы знаем, куда идет мир. Поймите, вот чем грех деструктивен или опасен. Потому что если мы не останавливаем его, он, как снежный ком, нарастает в следующих поколениях. Вот почему дьявол ненавидит то, что мы с вами делаем как центр трансформации, как церковь завета, энкаунтеры, освобождения, служения, соза, неважно, человека, мы обрезаем эту линию проклятия. Одно слово, я принимаю Христа, и я выхожу из проклятия, моментально выходит, меняется твое ДНК. Меняется твое, не просто, люди говорят, мои привычки изменились, у тебя привычки изменились на уровне ДНК, тебя больше не тянет туда, ты свободен. Творец вошел в твое, Дух Святой вошел в твое тело, нашел код ДНК неправильный, или твой, или демонический, или наследственное проклятие, и он вынимает это. И мы с вами те люди, которые вы знаете Encounter, мы с вами служители, мы знаем о чем мы говорим, как мы наблюдаем с вами трансформацию человека за три дня. Если ты это не видел, даже не проходи, просто скажи, я записываюсь, просто посидеть, и посмотри на одного человека, который зашел, и что через три дня с ним происходит. Поймите, семья только Дух Бога, способен на это, который изменяет, исправляет, исцеляет, восстанавливает. меняет код. О, кто твой источник? Откуда ты питаешься? Вот почему ты расцветешь, потечешь, как по-новому, полетишь, как орел, обновится молодость твоя. Почему? Потому что твой источник ты впитываешь в Бога. Семья, поймите, каждый раз, когда я остановлюсь утром на колени, я сейчас не стану. Когда я утром просто преклоняюсь перед Ним, я не просто отдаю Ему славу, дорогие, я исцеляю и восстанавливаю мое ДНК. Я имейте, семья, это не просто, Господи, чтобы в аварию не попасть, ну, спасибо тебе за мужа, жену, деток. Дорогие мои, ты не понимаешь, что такое атмосфера и слава Бога. Библия говорит, когда встретился дьявол с Иисусом, помните, Иисус говорит, не хлебом одним, семья, поймите. Будет жить человек. Это значит, что всяким исходящим звуком, информацией, я живу, восстанавливаюсь и исцеляюсь. Вот почему до конца моей жизни мне нужно будет прикосновение Бога, потому что я как касаюсь Бога, так я касаюсь и мира каждый день. И все в этом мире посягает на то, чтобы коснуться меня и превратить меня в себя. Другими словами, все, что тебя касается, пытается клонировать тебя, сделать тебя свое подобие. Да включи. Все пытаются твое лайк взять. Что такое лайк? Согласие. Что такое согласие? Вы понимаете, о чем? Каждый пытается плюсик, давайте пальчик вверх, лайк. Почему? Потому что все пытаются склонить тебя. То есть ты должен сказать амень, кивнуть головой, стать частью их агенды. Everybody wants your likes, they want your attention, they want you to be part of their agenda. Вот почему ты должен быть частью его. Семья. Вы берете что-то для себя? Поймите, то, что я сейчас говорю, это в это время сейчас особенно, особенно важно. Для некоторых из вас я просто поощряю вас снести ваши аккаунты все, Facebook, все, просто снеси. Я тебе скажу, насколько ты свободен, если ты месяц побудешь без соцсетей, без никаких. Я могу сказать, как свободен если вы можете выруби все и просто побудь, как мы раньше в детстве, помните? Колеса катали с горы. На рыбалку бегали. С голой задницы, ну, не советую с голой задницы, на рыбалку поедем. Go fishing. С голой задницы тоже нудисты, тоже опасно. У нас тут тоже есть клуб нудистов в Сиэтле. О, боже мой. Что только в Сиэтле нет. Господи, боже мой. Какой только клуб придумаешь, и эти есть. Смотри. Что это для тебя значит? What does it mean to you? Это значит, что каждый из нас должен докопать до своего неиссякаемого источника. Это говорит о том, поймите, семья, я тоже был молод. Я тоже понимал некоторые вещи совершенно по-другому. И что получается? Когда я двигался по жизни, я пробовал разные вещи. И все это исцыхало, заканчивалось и исчерпывалось. Но самое интересное, потом я нашел одну вещь, которая не исчерпывается. Вот то, что я сейчас делаю, вот именно это и не исчерпывается. У меня. Кто-то выйдет и не знает, он, знаете, в четырех углах потерялся и в пяти словах заблудился. Это не твое, не переживай, не мучайся. Но если, понимаете, и что получается? Я всегда возвращался к тому, что было, что не исчерпывалось, оно есть. Другими словами, тебе, во-первых, нужно определить что есть твое, что вытекает из тебя. Но смотрите, что здесь уникально. Я нашел талант, который дан мне Богом. И теперь моя цель присоединить этот дар и талант к правильному источнику. Кто-то понимает? Как мне хочется сейчас зайти в твою голову и показать тебе то, что я знаю. Другими словами, я умею говорить. Но знаете ли вы, что если я присоединюсь к другому источнику, я буду совершенно другие вещи тоже говорить до конца моей жизни, не исчерпываться. Смотрите, и вот две вещи, которые каждое дитю Бога должно найти в своей жизни. Первое это кто я. Это ты получаешь в откровении с Богом, в отношении с Богом, пребывая с Ним. Или методом втыка, как делает мир. Пробует все и потом понимает, о, так вот оно мое. Ты можешь сделать короткий путь, идти к Богу. И в Его присутствии Он тебе показывает, открывает, пророки говорят, то есть другие люди тебе просто намекают твой путь. И ты соглашаешься с этим путем и начинаешь туда двигаться. Путь мира второй. Поймите, мир тоже, они тоже находят свои таланты свои и очень успешные люди есть в этом мире. Это методом втыка. Пошел в колледж, бросил, не понравилось, не мое, пошел туда, сделал, не мое, потом раз, два, мое, накинулся и успешен. Во втором варианте без Бога ты теряешь очень много времени и там есть маленький процент того, что ты найдешь себя. То есть чаще всего тебя наймут строить чью-то мечту. Итак, вот это первый путь, это найти кто я. Поздравляю, молодец, нашел, а теперь тебе нужно связаться с правильным источником. Потому что, как я и говорю, человек — это существо, через которое все протекает. Некоторые люди говорят, о, я не присоединюсь ни к Богу, ни к дьяволу, я сам по себе. Это самое первое заблуждение, и, кстати, это уже в пакете дьявола находится все. Потому что нет сам по себе. Человек — такое существо, которое не может сам по себе ничего делать. Он должен откуда-то черпать. Опять повторяю, дорогие, можете себе представить, сколько сезонов, я смотрю, вот передачи, я вам в прошлый раз говорил, передача Alone 1 называется, по Discovery, программа. По History Channel, извиняюсь, по истории, канал истории. Знаете ли вы? Там есть эксперты, там есть люди, которые годы тренируются этим, занимаются и живут в лесу. Знаете, что самое уникальное насчет всех этих семи лет, которые вот, семь сезонов, вернее, которые я смотрю, мне нравится эта передача, смотри. Ни один из этих масс людей не продержался больше ста дней. Вы не представьте, ни один, который говорит, я одиночка, я рожден быть один. Семидесятый день, человек ломается. Не потому, что он построил себе не просто палатку, он себе выстроил замок там из дерева. Потому что он не может быть один. Другими словами, первое, что меня в этой передаче просто сносит, эта передача, вот это одиночество, один, alone. Первое, чтобы люди не были одиночки, никто из них еще не перешел барьер ста дней один на один с природой и без ничего. Кажется, да что такое сто дней, это три месяца с копейками. Да че тебе, у тебя рыба есть? Есть. Ты охотиться умеешь? Умеешь. Ты построил себе классный кабин, да. Да живи! От дудки, никто не может один жить. Даже психи-одиночки не могут одни жить. Им всегда нужно на кого-то накинуться и оттуда взять информацию. И знаете, что самое интересное, почему они не могут быть одни? Потому что им нужно потреблять информацию и, как вам сказать, другую личность. И меня эта передача просто выбила. Можете представить, никто из нас не сможет быть один. Ты, ни ты, ни я, мы не эксперты. Я говорю за экспертов, которые сто дней никто продержаться не может. Самое большее, по-моему, это восемьдесят семь дней было, и то это человек уже просто на дереве лез, его там просто забрали. И он уже начал превращаться в такое небольшое животное. Света смотрела со мной, она просто смеялась, говорит, глянь, он уже похож на этих, на тех, которые вокруг него бегают медведи. То есть, и начинает напоминать природу. Они не могут быть одни. Им нужно потреблять чью-то энергию, чью-то информацию и то же самое отдавать. То есть, вот этот цикл, и они говорят, именно это. Ни еда их не интересует, ничего. Вот этот цикл, когда нарушается, человек не может, он просто сходит с ума. Вы что-то берете для себя? Это значит, что мы с вами подсознательно потребляем информацию без конца. Ты сейчас потребляешь информацию от меня. что ты потребляешь через тебя будет вытекать. В какой-то форме, может быть, завтра, может быть, через 10 лет, то, что я сейчас тебе говорю, оно где-то маленьким кусочком вытечет для кого-то. ты с кем-то сядешь, просто где-то поедешь, например, в Украину, в Россию, на отдых где-то или куда-то поедешь, и ты сядешь с какими-то родственниками, друзьями говорить. Из тебя выпадет вот это маленькое откровение, которое ты впитал здесь, оно просто выпадет, оно стало твоей частью. Прямо сейчас то, что я говорю, становится частью тебя. Кто-то понимает, о чем я говорю? Глубину того, что я говорю. Опять же, я говорю, в этом огромная наша человеческая привилегия, и в этом огромная наша проблема. Потому что нам нужно очень внимательно наблюдать, особенно сейчас, что втекает в тебя. Итак, смотри. Для себя я это обозначил как докопаться до моего источника. Потом я докопался до того, кто я, и я поворачиваюсь, и я знаю, я Богу говорю, если я не буду с тобой, с меня начнет течь совершенно другое. Семья, поймите, я не могу долго быть сам по себе, мне нужен источник. Мне нужен источник, который я потребляю, чтобы отдавать. Поймите, семья, чтобы отдавать, я должен принимать. И представьте, у всех у нас есть контроль, тотальный, стопроцентовый контроль надчет того, что в нас втекает. каждый день мы выбираем или не выбираем, но в нас втекает. Знаете, как-то несколько лет назад, отдыхая на кемпе, я обратил внимание на одно дерево. мы уже на тот кемп не едем, потому что Света, она сказала, туда мы больше не ездили. Да, потому что вы знаете тот кемп, когда мы ездили туда, там просто загрязнили, ну, в общем, очень там камни набросали, вы помните этот парк. Кто там был, вы знаете, о каком праке я говорю. И вы знаете, я просто валяюсь на своем матрасе на воде и с воды смотрю в этот парк, где наши палатки стоят. И там, помните, когда там сухо, там сухо-сухо. Совсем сухо. Там или что-то зеленое стоит, или оно желтое. Потому что там толком никто ничего не поливает. Ну, я плаваю на своем матрасе, классно, тихо. Я смотрю на это большое дерево посередине парка стоят. И вокруг все сухое, сухое, сухое. Там мексиканец на косилке едет, я говорю, ты пыль гоняешь, перестань. Там косить нечего. Там дует, не коси. Месяц назад скосил, все, уже не надо. Оно жить не будет, потому что не надо. И я смотрю на вот эту картину, он проехался с косилкой, и я так смотрю, оно все мертвое. Я смотрю на это дерево, оно живое. В нем птицы. Оно зеленое, зеленое, а мы в пустыне, мы прямо в пустыне, в пустыне, пустыне. Кто был на том кемпе на Бэнкс Лейке, вы знаете, этот уникальный кемп. Я смотрю на это дерево, смотри, я думаю, господи, как оно зеленое. Я тут, никто ничего не поливает. У них на это бюджета нет там. Если вы знаете этот кемп, вы знаете, о чем я говорю. Там надо 25 центов загонять в этот душ, ну ладно. И он тебе дает 30 секунд, и ты только намылился, потом намылил другое плечо, потом у тебя копейки кончились, ты стоишь весь. Здесь весь радостный в славе Бога и в мыле. Без копеек. Кто помнит этот душ, вы знаете, о чем я говорю. И я просто смотрю на это дерево. И Дух Святой мне говорит, смотри на все. Все растет в земле. Но знаешь ли ты, что только вот это дерево на этой площадке питается из внутренних источников, а все остальное наверху из внешних. Объясняю другими словами, у этого дерева было время прокопать до уровня реки. Вы знаете, когда копаешь землю, ты докапываешься до уровня реки. Мы с Сашей вчера на экскаваторе яму копали и до реки докопали. Копаешься, пошел, вода. Что получается, когда дерево докапывает до уровня реки, оно до конца больше не нуждается никогда во внешних источниках. Это значит, для этого дерева им абсолютно не важно, будет дождь или его три месяца не будет. Но самое интересное, что все, что питается от внешних источников, все умирает. И вот о чем я говорю, вот это два типа христианина, семья, два типа верующих людей. Одни всю жизнь, будут питаться только от внешних источников. Никогда не докопают до своей реки. Никогда не углублятся до своих личных взаимоотношений. Для них легче написать «Помолитесь за меня! Помолитесь за меня! Прийти, помогите! Откачайте! Займите! Дайте! Помогите!» И ты «Вау!» Я не против тебе помочь. Но если ты не начнешь пускать корни, ну, я вниз говорю, а тебе надо туда корни пускать. Чего ты требуешь у меня? Я что, лучше, чем все? Я просто взял этот принцип, которому я учу, и докопал до моего духовного источника, который не иссякает. Даже Давид говорит, как дерево, посаженное при потоках. И получается, что его лист не вянет. И всегда приносит плод в свое время. Поймите, семья — это принцип наш. Я лучше потрачу много времени, будучи с Богом, копая, углубляясь. Но до конца моей жизни ты не услышишь моей молитвенной нужды. Кто понимает, о чем? Поймите меня сейчас правильно. У нас есть команда, которая молится за молитвенные нужды. Я абсолютно понимаю, есть времена, где тебе нужно поддержать и походатайствовать. Понимаю. Ну, дорогие мои, ну, у тебя должна быть стабильная жизнь в Боге. Даже если тебя месяц никто кормить не будет, ты должен научиться питаться сам. То, что я тебе говорю, я из книг не черпаю. Это из моего источника, это лежа на матрасе, это катаясь на тракторе и кося траву. Оно прет и прет и прет. Почему? Потому что я запитан от Него, семья. Родные, все, что нас отличает друг от друга, например, людей успешных в Боге от неуспешных в Боге. Потому что успешные в Боге запитаны к Богу, а неуспешные в Боге запитаны к тем, кто запитан к Богу. Правильно объяснил. Понятно, да? То есть успешные запитаны напрямую к источнику реки. А все остальное пытаются присоединиться к тебе, потому что знают, что у тебя неплохо. А когда ты им не дал, не занял, не помолился за них, они психуют. Трава вокруг дерева психуют. Питай меня! А ты зовешь мексиканца, скоси его. Поставь, поставь на самую низкую покос. Скосите их до корней. Кто траву в Америке козит? Русские, наверное, разложат нас и говорят, что, какая трава? У меня каждый квадратный метр выращивает огурцы. Вы знаете, я тоже в Америку приехал, думаю, Господи, сколько пропадает земли в Америке. Серьезно, знаете, как гарный хлопчик с Запоризжа. Я приехал, и я такой говорю, Господи, сколько земли пропадает! А потом прошло время, я смотрю, у меня кусок земли появился. Я его быстро засеял травой, чтобы на ней ничего другого просто не росло. Потому что тут стиль и образ жизни совсем другой. Итак, поймите себе, источники неиссякаемые. Сейчас очень внимательно задумайся. где твой источник. Поймите, это хорошо быть семьей. Это хорошо питаться прославлением, темами и прибавлять к своему движению в Боге. Это классно. Но для меня, мне очень прискорбно. И для этих людей опасно. Если я твой источник, семья, это ужасно. Я могу подтверждать. Я могу уже озвучивать то, что ты в тайной комнате получаешь, ты говоришь, о, точно, я это слышал, я это слышал. Это говорит о том, что у тебя есть свой источник личный. Другими словами, мы все вместе двигаемся в одно направление. Подпитывая друг друга дарами, талантами, благословением. Но у каждого из нас свой источник. И даже если я сейчас останусь один, я имею в виду без церкви, без семьи духовной, я знаю точно, что у меня проблем не будет, потому что я никогда и не питаюсь ни от кого, то есть у меня здесь нет места моего питания, здесь место моего служения. Вместо моего питания в тайном месте. Там, где никто не видит и не слышит, это ты и он. И вот это, дорогие, вот это мы должны с вами посмотреть, где мы находимся в тайне. И потом, конечно, люди говорят, ну почему я хочу хорошую семью? А у меня все, ну, ну, это как, это знаете, как у нас, это как, это как в Москве построили Мерседес, да, а выезжают эти москвичи. It's like in Moscow where they, there's a factory of the Mercedes, but only they make their local cars. Москвичи выезжают, да, они говорят, земля проклятая. And they're like, but the, the earth is cursed, I don't know. и мы с вами должны понять вот этот момент, что я должен понять, кто я, и я должен присоединиться к источнику, к нему. И когда люди говорят, пастор, у меня, я вот хочу сказать мужу, я люблю тебя, and some people say, I want to tell my husband I love you. Ну, говорю, да пошел ты. And then I just tell him take a hike. Я говорю, несколько раз повторишь, он пойдет. And I'm like, you repeat that enough times he will go. В наше время мужики такие быстрые на движении. Right now men are so quick towards actions. Что не смотришь, опять одна женщина стала, что смотришь опять, мужики бегают в наше время. You see, there she is left alone. The men tend to run fast. Ох, ноги хорошие у мужиков в нашем поколении. Не успели что-то ему там, знаете, что-то неправильное сказать, убежал. Я не об этом говорю. Ничего ему не говори. Говори, если надо. Я говорю о том, что когда ты хочешь сделать добро, вытекает что-то другое, это говорит о том, что ты хочешь, но не можешь. Все из вас попадали на этот момент. Ты приготавливаешь себя в машине, не психовать. Вы знаете, знаете, о чем я говорю? Ты едешь в машине и говоришь, не достанет меня ничего сейчас, что я буду видеть и слышать. Не коснется меня, ты настраиваешься. А в принципе, все, что ты делаешь, ты эту банку с пепси-колой, когда едешь, ее трясешь. Не буду, не буду, и потом здравствуй, honey. И потом в машину опять садишь и говоришь, господи, а почему так интересно получилось? And then you reflect, you're like, why did that happen? Объясните, почему мы при всем желании контролировать не можем контролировать? Why? With all of our good desires to control, we can't. источник семья. Hey, source. It's the source. Okay. Я так проматываю конспект, потому что, ну как, я лишаю вас, ну как, я вас, ну как, это бонус для вас, поверьте. I mean, it's a bonus, I'm just scrolling through my notes here. Проматаем много информации. Мне хочется выдать тебе самый сок. I just want to give you the nuggets here. Okay. Итак, две категории. Первая. Не захотели копать и извлечь свой неиссякаемый источник. До конца своей жизни будут жить в нужде и искать помощи во внешних источниках. Они будут зависеть от чьих-то рекомендаций, всегда будут пытаться использовать чужие платформы, чужие ресурсы. И как только заканчиваются рекомендации, какие-то платформы, чьи-то условия, их служение заканчивается так же. Как сухие кусты, которые просто вовремя не полили. Ты не должен рассчитывать на эти вещи. Вторая категория. Посвятили своей жизни и во что бы то ни стало, нашли свой собственный источник. Нашли свою идентификацию в Боге. Вошли в свое призвание. И их никогда ничего не пошатнет, никакие слухи, атаки. Потому что эти люди твердо стоят на том, кем они являются в Боге. Знаете, что мне Бог такую интересную вещь показал? Он говорит, невозможно сдвинуть с места или скосить или повалить то, что поняло, кто оно. Другими словами, мы едем на кемп. Мы, ну, Саша знает, не даст соврать, мы эти кусты, знаете, малины, ну, срезаем под корень, иногда корни вырываем. Все, вот эти кусты, знаете, которые порастают, в Америке это целое тут проклятие. Кто не знает, вы не знаете, кто знает, я хорошо знаю. И они растут, они там в день по метру и там кошмар. Не подлезешь, все в шипах, весь подраный, поцарапанный постоянно. То есть, и мысль убежала. Lost my thought. Сейчас я ее найду. Вот она, она возвращается, вернулась. Невозможно повалить то, что поняло, кем оно является. Мы срезали это. Я через неделю приезжаю, метр уже стоит, того же самого, что я срезал. Я говорю, господи, ну почему я не могу уничтожить это маленькое гадкое растение? Потому что оно знает, кто оно, и оно имеет правильный источник. Я говорю, и первым делом, когда мы с Сашей приезжаем на кем, там через месяц, там, знаете, обычно там через года там с командой приезжаем, мы первым делом мы начинаем охотиться за этими отростками малины. Одевать такие перчатки, которые не прокалываются, знаете, и вырывать все это, срезать. Мораль этой истории такова. Тебя невозможно срезать, если ты знаешь, кто ты, и правильные корни запитаны. Кто бы тебя не бил, не атаковал, тебе даже не надо себя поднимать. некоторые говорят, не могу себя настроить, а тебе не надо настраиваться, когда оно внутри тебя знает, кто ты, оно тебя поднимет и настроит. Поймите семья, когда Бог говорит, искал я человека, насчет Давида, когда он говорит, Поймите, что он говорит именно об этом качестве. Что бы в жизнь Давида не приходило, в его жизнь приходил огромный грех, блуд, убийство. У большинства из христиан это было конец их жизни. Насилие, убийство, и потом все это надо спрятать. У Давида по какой-то причине он все это сделал. Естественно, он был в определенное время обличен Богом и наказан. Но этот человек опять вернулся в позицию поклонника. Опять. Неважно, у него были хорошие времена, очень плохие времена, он всегда возвращался в позицию поклонника. Семья, это вот это оно. И каждый из нас, мы необходимо найти это. Когда ты находишь это, тебя никакой дьявол не возьмет. И больше ты забудешь говорить, только меня дьявол атакует. Теперь атакуешь его ты. Потому что его атакует твоя функция, запитанная с неба. И неважно, ты ходатай, ты евангелист, ты пастор, ты апостол, ты всегда будешь приносить разрушение в царство тьмы, потому что ты знаешь, что ты, и ты запитан от Бога. Поймите, семья, сколько раз такое было, я сажусь просто попить чай. И во время разговора меняется жизнь человека, моего собеседника, просто меняется. И я не пытаюсь ничего делать, я хочу попить чай с печенькой. Отрежьте мне вот кексик вот этот. дайте мне немножко вот здесь конфеток. И во время чая питья чья-то судьба меняется. Пару вопросов, пару ответов, бах, человек изменен. Дорогие, семья, поймите, о чем я говорю, функция, запитанная от правильного источника. Если ты бизнесмен, у тебя точно так будет. Правильная функция, запитанная из источника, через тебя переть будет. Все, успех, деньги и благословение. Любой, любой дар, который в теле Бог дает, он работает одинаковым принципом. Знаю, кто я. Другими словами, мне не надо, ну, вы знаете, мне не надо возвращаться от Пойду-ка я сегодня проповедовать. Мне нужно готовиться. У меня наоборот, я знаю, мне надо проповедовать, мне просто надо выбрать из каких ста проповедей, которые у меня записаны, мне говорить сегодня. Они пишутся, когда я говорю, я еду на кемп, у меня все пишется, и пишется, и пишется. Поймите, это не то, что там какой-то особенный. Я говорю, что функция так работает. Ты видишь дерево, а я вижу целую тему и перемену поколения. И это не потому, что я лучше, чем ты, я просто вижу в том же самом, в чем другие люди ничего не видят, я вижу Бога, тему, трансформацию и изменения. На том же камне, на той же пустыне, на том же лейке я увижу вещи, не потому что, опять же говорю, хорошие, потому что функция всегда как щупальцы, она все щупает, находит, записывает, вносит, инсталирует и потом выдает. И чаще всего мне конспект мешает, мне к нему подходить не надо, чтобы тема лучше была. Потому что, когда я их вчера писал или подавчера писал, это уже вчерашние новости. Потому что Бог со мной уже сегодня работает по-свежему, по-другому. Ты берешь что-то для себя? Семья, поймите, это для взрослых, детей, папы. Для взрослых. То есть ты ищешь, помогите. А Бог говорит, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные. Я вам помогу, я вас успокою, я вас вылечу. И ты пытаешься тело Христа направить к ним. Они говорят, ты гордый, ты к себе не подпускаешь людей. Нет, я боюсь твоим Богом стать. Потому что, когда я стал настолько успешен в своем хождении, для некоторых может показаться, что я твой источник. А это всего лишь мое хождение, оно влияет только на меня. Вот почему некоторые люди просто вокруг вокруг личностей, которые нашли себя, нашли источник, расцветают. О, мы таких в центре имели много лет назад. И потом им приходит в голову мысля. Это мой успех. Это мой источник. Пойду-ка я. И он такой и засох. Через два метра засох. Потому что заявилась иллюзия, что питаясь от тех, кто питается Богом, это твое. Но эти люди никогда не докопали до своего. Все, что они были, они были около воды, были у того, кто питается, и всегда питаясь, заимели иллюзию, что это их источник. И когда они сделали в сторону, в свое, превратились, как у нас в Украине назвали, в сухостойчик. Это мамины любимые слова. Сухостойчик. Сухостойчик. Высушим. Переверните розы вверх ногами. Пусть они высохнут и будет сухостойчик. В церкви сухостойчиков. Одни сухостойчики. Кого-то пробило. Да не будут сухостойчиков в центре трансформации. Ты должен питаться немом. Как бы сдалека вроде роза стоит. Она стоит не от того, что она питается, а от того, что она умерла в этом положении. Некоторые христиане, у них просто бонус, они умерли стоя. И тебе до сих пор кажется, что эти христиане живые, и они стоят. Как вот в этой передаче Alone. Они сейчас на Арктике выживают. И они говорят, если корова вовремя не ушла, она умирает, замерзая стоя. Можете себе представить, и они показывают такой сюжет, олень, знаете, и тебе кажется, олень живой. Серьезно, я на эти картины смотрел, они показывали превью, что будет в сезоне. Кстати, вы можете смотреть. И они показывают, и они показывают эти вещи. Сори. Источник. Что смотришь, что рекламируешь. Люблю передачу, вот вы о ней все и узнаете. Ничего не бывает тайного, чтобы не стало явным. И смотри. И, короче, я смотрю, и оно сдалека кажется, что это стоит животное. А оно мертвое уже два месяца и замерзшее. Вот так и христиане замерзли с поднятыми руками. И ты мимо проходишь и говоришь, он всегда улыбается. Он самый улыбающийся человек в нашей общине. Он просто умер, улыбаясь, замерз. Отогрейте, брата. Так, мне надо закругляться. Я уже в шутки пошел. Когда я в шутки иду, это уже время. Итак, мотаем, мотаем. Я мотаю, потому что многие вещи я уже просто вам сказал. Света мне говорит, не подходи к инспекту и не повторяй то, что ты сказал. Да, да, я сейчас сажусь в машину и я получаю, ну, такой мудрый, серьезно, серьезно, без всяких проблем. Поэтому я вам честно говорю, любите своих жен. That's what I'm telling you. Love your wives. Она говорит не потому, что плохо, а потому, поймите, почему мне это нравится все. Потому что она, когда говорит о тебе, она включает, она говорит, мы выглядим некрасиво. Она говорит, ты лошара, сегодня я простоволосился. Она считает, что мы одно целое и один успешен, все успешны. Кто-то некрасиво выглядит, оба некрасиво выглядят. Поэтому я советую, совету жены, я следую совету жены и не повторяю то, что я уже сказал только. Поэтому если вы меня будете видеть в таком, знаете, замерзшем состоянии немножко, то знайте, что я просто слушаю мою любимую жену. Знаете, во многих местах Библии Бог говорит, будь плодоносим. Размножайся. Распространяйся. Да, мультиплай. И получается, что иногда думаешь, Господи, ну я пошел размножаться. А оно не размножается. А Бог говорит, пойми, когда я говорил чему-то размножаться, я говорил размножаться по их роду в их элементе, в их месте. Я не могу вытащить куст из земли, поставить его на асфальт и провозгласить размножать. Нет, я могу взять или в семя, посеять, вернуть этот куст, полить, удобрить и тогда сказать размножать. И если оно во всех условиях не размножается, тогда Иисус имеет право просто засушить его. И эту притчу, это, кстати, отдельная тема, мы туда сегодня не пойдем. Это тема сухостойчиков, я уже ее коснулся чуть-чуть. плодоносить может только тот, тот, кто понял и докопал до того, кем он в реальности является. Тот, кто распознал свое семя, свое ДНК внутри себя. Именно здесь все радикально разделяются на две категории. Первые себя заставляют. Вторые просто являются. Поймите, семья, когда я в правильном месте из правильного источника питаюсь, в реальности мне ничего делать не надо, потому что работа это проклятие. вы не поняли меня, семья. Адам начал работать, когда выпал из славы. Когда он был помещен в свой элемент, другими словами, он совпадал балансу со всем, где он был и кем являлся. И все остальное, что было вокруг него, подчинялось тому же самому генетическому духовному коду и развитию. Знаете ли вы, что в раю ничего и никто не работал никогда? Если вы поняли, как глубоко то, что я сейчас говорю, никто не работает, все сотворенное является. Из него просто исходит. ни одно дерево не сидит и не напрягается на твоем бакьярде и говорит, завтра дадим завтра три яблока. Поймите, вы видели, где твои деревья, кусты напрягаются, ничего не напрягается. Вовремя полей, вовремя дай свет, прет. знаете, что меня еще в Америке, вот я вам говорю, я вот пришел и приехал, когда в 91-м, думал, сколько земли пропадает. Потом я меня не поменял. Второе, что меня шокировало, я уверен, вас тоже, наверное, это шокировало. Иногда проезжаешь по своим, знаешь, по улицам, где соседи живут, стоят яблочные деревья, огромные. Вы знаете, о чем я говорю? Все яблоки на земле и никому не нужны. Я проезжаю их не чуть-чуть, их несколько мешков. Я уверен, вы все видели это, мы живем с вами в одном и том же городе. Дерево завалено яблоками, хорошими яблоками. Чистыми, красивыми, понятно, там где-то что-то упало, ударилось, но я иногда сам брал эти яблоки, когда шел, прогуливался, брал. И та же самая семья идет в супермаркет и покупает мешок с яблоками. О чем я говорю? Будь яблоком. Не напрягайся. С тебя просто все будет сыпаться во время твое. Поймите, семья, у Бога есть во всей вселенной и творении баланс и синхронизация. Наша цель. Смотрите, когда мы с вами входим в свою позицию, мы становимся частью баланса и синхронизации. Когда ты не входишь в свою позицию, ты являешься частью, радикальной частью, которая дисбалансирует. ты дисбалансируешь свою жизнь и ты напрягаешь людей, которых ты не должен напрягать. И они, если они не взрослые в духе, они дисбалансируются. Например, если молитвенник незрелый в своей молитве, то его нужды людей дисбалансирует и он вместо того, чтобы строить царство на земле своей молитвой, будет строить царство этих людей, потому что они платить цену не хотят. Вы схватили эту мысль? И нам с вами нужно понять, что я вхожу в свою идентификацию и становлюсь частью. Потому что я становлюсь, как он сказал, синхронизируюсь и вхожу в баланс со всем творением Бога. Ничего не идет против меня и я нигде не напрягаюсь. Мы существуем в балансе Бога. Кто-то понимает, о чем я говорю? Поймите, вот эта мысль, это цельная отдельная тема, может, когда-то это коснемся. Другими словами, моя цель — войти в баланс и покой. Кто-то понимает, что такое суббота? Суббота — это покой, где все работает синхронно. Где никто никого не напрягает, не атакует. Все, если кому-то нужно яблочко, вот оно лежит. Кто-то понимает, да? Другими словами, оно все кормит, оно все помогает, оно все растет, оно все балансирует и помогает друг другу. Когда я не в своей позиции, я всегда раздражен, я дисбалансирован, я иду против течения, я дышу водой, когда нужно дышать воздухом. Кто-то понимает? И рыбу, которую убедили, что ты должен быть оленем, она будет удивляться, почему урага не растут. И она будет всегда, всегда будет, ну, обижаться, почему я... Поймите, семья, у Бога все в балансе. И вот наша цель, мы выпали из баланса. Поймите, вселенная, животные, не выпали из баланса, мы выпали из баланса. И в славе Бога мы входим назад в этот баланс. И мы входим в покой, в субботу. В субботу это не одеть кипу и читать Тору и делать праздники, соблюдать. суббота, это день, в который Бог сказал, а теперь баланс. Кто-то понимает, да? Он сотворил все компоненты, он творил вот эти все шесть дней. И потом он, когда отошел, он не сказал суббота в четверг. Это был завершение всего. И когда при встрече с Иисусом, я именно вот это и видел, он отошел в сторону, и когда он сказал, шаббат или покой, или мир, пришла синхронизация и баланс. И когда дьявол пришел и атаковал Адама и Еву, он вынял их из баланса и все дисбалансировалось. Но теперь должна подняться невеста, которая не только войдет в баланс, но все живое ищет сыновей Бога, которая приведет все в баланс назад. Бог вернет землю к своему покою. Кто-то понимает? Он настанет. Но ему нужна невеста, которая вернется в свой баланс, из которого было забрано. Это отдельная тема. Итак, заканчиваю. Я тут уже себе темно готовил, поэтому нормально. Итак, давайте я прочитаю последний Псалом, и мы оканчиваем. Псалом 22. По-моему, в английский другой. Псалом 22. Это песня Давида, Господь пастух мой. Помните, да, Господь пастыр мой? По-моему, это 21. 21 в английский. Да, в американский. Или 23. Окей, в общем, помогите нам. Это 23, да? Сейчас мы на одну хроничку займем. Псалом 23. 1-6. Yes. Хорошо. Итак, я потихоньку читаю, ты переводи. Итак, Псалом 22, с первого стиха. Песня Давида. Пастух мой Господь, нужды у меня будет ни в чем. Он укладывает меня на зеленом лугу лугу и приводит к тихой воде. The Lord is my shepherd to feed and guide and to shield me. I shall not want. He lets me lay down in the green pastures. He leads me besides and still next to the quiet waters. Смотри, третий стих. Он душе моей силы дает. Семья, поймите, о чем здесь говорится. Здесь в английской восстановление, здесь то же самое, как бы он восстанавливает твоей силы в душе. Другими словами, вы знаете, что все твои действия, настроения, все вытекает из твоей души. Это твое сердце, это твое основание. То есть, что Бог делает? Он восстанавливает, Он возобновляет, он, как он скажет, реформирует твою душу заново, обновляет ее. Смотри, Он ведет меня тропой праведности во имя Свое. О, вы не представляете, какая это бомба. Я сойти с рельс не могу не потому, что я не хочу, а потому, что когда я с Ним, Он бережет меня ради имени Своего. Дорогие мои, знаете, когда вы наблюдаете апостолы, пасторы, служители, просто нереальный крах и деградация. Это не потому, что Он хуже меня. Семья, поймите меня правильно, мы все с вами, вне Бога, способны на нереально отвратительные вещи. Все. Это просто Он бережет меня и тебя. Потому, что ты с Ним и любишь Его. А другой отрекся от Него, Бог ушел от Него, и поэтому Он не восстанавливает Его. И Он не оберегает путь Его, потому, что человек отошел от Него. Знаете, почему ты, я, почему мы праведники? Потому, что я хочу быть с Ним, а Он всех своих праведников бережет ради себя, для себя. Сколько у нас с вами через головы за неделю проходит, скажем так, некрасивых вещей? Честно, положа руку на сердце. Ну, почему? Ни одна из них не может поселиться, дать семя и сделать это. Почему? Потому, что Он тебя охраняет ради имени Своего. Он бережет тебя. Ради себя, потому, что ты Его дитё. О, где бы мы были, семья, без Духа Святого? Вознайте Ему славу. Дух Святой, спасибо тебе! Бог мой! Вы бы точно не видели сейчас Андрюшу. Вы бы за Него молились сейчас в тюрьме где-то. Он бережет тебя и меня ради имени Своего. Я праведник не потому, что я крутой и лучше тебя, а потому, что я в Его присутствии, и я боюсь, я боюсь потерять Его. Потому, что потеряв Его, ты увидишь настоящего Меня. А я увижу настоящего тебя без Него. И поверь, ни ты, ни я эту картину смотреть не хотим. Он ведет меня тропой праведности во имя Своего. Четвертый стих. Не страшусь опасности, даже когда прохожу темной долиной смерти. Потому, что Господь, Ты со мной. Твой посох и Твой жезл сила Моя. Перед лицом врага Моего накрыл Ты стол для Меня. Ты даже не знаешь, сколько людей сейчас смотрят на тебя, на меня, на нас и говорят, они еще живут. Но берет и накрывает стол. Не ради тебя. А потому, что Он хочет показать им, что случается с теми, кто следует с Ним, кто следует Его путям. Он не хочет сделать тебя лучше, Он хочет привлечь всех к себе. Чаша моя переполнена до краев. Ты умастил мне голову елеем. До конца моих дней доброта и любовь будут вместе со мною. Господи, поселюсь я в доме Твоем навеки. Поймите, семья оканчивая вот этими вещами, словами. Ты не рожден выживать. Вырживает только то, что не растет в своем месте и питается не из своего источника. И когда люди мне задают, они говорят, ты до сих пор делаешь, ты до сих пор еще движешься. Ты не устал ли ты? А как цветок может устать быть цветком? Как яблоня может устать, она говорит, хочу быть грушей, заморили яблок. невозможно. Ты расцветаешь, ты растешь, всего становится больше, вкуснее, красивее. Плоды на дереве, которые взрослее, становятся больше и слаще. Нет, ничего я не хочу. Мне хочется быть тем, кем я рожден и быть тем, кем я рожден. Потому что я понял, в каком покое я живу каждый день, когда вокруг меня люди в беспокойстве, в разрухе, в страхах. Семья, мы не рождены выживать, мы рождены процветать. И все начинается с правильного источника. Амин. Давайте мы поднимемся. Вот дайте славу Ему. Я так хочу, чтобы эта мысль опять натолкнула тебя быть с Ним. В каждой моей проповеди я пытаюсь удержать вот эту грань. Не просто опять сказать тебе какие-то хорошие откровения, о которых ты не слышал. Но чтобы в конце каждой темы ты опять делал решение. Я хочу быть с Ним. Мой Бог, мой источник. И Он единственный мой источник настоящий. Спасибо тебе, Папа. Я молюсь сейчас за мою локальную и глобальную семью. За тех, кто еще в пути, в поиске себя. Пусть они найдут себя в тебе. Пусть они найдут это место покоя, место шабата, место уюта. Там, где все в твоей жизни синхронно работает в балансе. Спасибо, любимый. Я благодарю тебя. Всегда будут плохие дни, всегда будет какой-то шторм. Но ты всегда пройдешь через них и выйдешь победителем. Не своей силой воли, а тем, кем ты создан. И кто твой источник. Ты просто все пройдешь. Ты все победишь. Ты выйдешь успешным. С огромным опытом. И ты сможешь поднимать других. И ты даже не будешь напрягаться, работать и мучиться. Через тебя это все просто будет течь. Спасибо, Папа. И все сказали, И все сказали, Аминь. 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 Аминь.